Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Еля Прелл, и в сегодняшнем видео я хочу показать вам, как и где я храню свою косметику. Как вы, наверное, уже могли видеть в моих прошлых видео, я сменила немножко угол, и вы могли увидеть мои ящики из Икеи, Alex Drover. В них как раз-таки я храню косметику, и это было на самом деле моей мечтой с самого начала моего канала, чтобы у меня были все-таки эти ящики из Икеи, потому что это одни из самых идеальных ящиков для хранения косметики, и да, когда ты видишь, что у почти всех бьюти-блогеров эти ящики из Икеи, Alex Drover, ты понимаешь, что, наверное, что-то в них есть, а именно тот факт, что туда помещается большое количество косметики, и что самое главное, в них всегда смотрится все очень и очень организованно. Кстати, изначально я купила ящик Alex Drover с девятью отсеками, но потом я решила, что он будет, скорее всего, слишком громоздким, поэтому я все-таки купила два маленьких, и мне кажется, это было очень даже хорошим решением для такой небольшой бьюти-комнаты, как у меня. Еще сегодня я хочу показать вам мой бьюти-стол, за которым я снимаю, в котором у меня хранится моя ежедневная косметика, которая у меня немного, но коллекция постоянно пополняется, и это меня приводит еще к одной мысли, а именно к дисклеймеру. YouTube — это мое хобби-теря-работа, и тот факт, что у меня такое большое количество косметики, не значит, что она у меня лежит и тухнет. Я использую большое количество косметики каждый день, и почти все из того, что у меня есть, идет куда нужно, я этим пользуюсь. Ну и, конечно, тот факт, что я делаю обзоры на какие-то горячие новинки, новую косметику, это означает также, что коллекция постоянно пополняется, поэтому не нужно думать, что такое большое количество косметики означает то, что я бездумно покупаю все, как раз-таки нет. Мне кажется, что для маленького бьюти-блогера моя коллекция, она не такая прям супер большая, и лично для меня вся косметика, которая у меня есть, это как, знаете, мои маленькие детки, я знаю, что и когда я купила, и да, это здорово, когда у тебя есть коллекция, которая курирована хорошо. Надеюсь, эта информация вам помогла понять, почему у меня так много косметики, гораздо больше, чем у обычного человека. Ну что, ребята, я перестаю болтать, и перед началом нашего видео я хотела бы попросить вас подписаться на канал, если еще этого не сделали, потому что я знаю, что большинство из вас, а именно 90% тех, кто смотрит мой канал, не подписаны на него. Поэтому, да, если вам нравится контент, то мне будет очень приятно, если вы сделаете это прямо сейчас, ну и, конечно, лайки и комментарии также приветствуются. Ну все, давайте уже перейдем к этому видео. Поехали! Вот таким образом выглядит мой стол, на котором я делаю обычный макияж каждый день, и также в котором у меня хранится моя основная часть ежедневной косметики. Кстати, за этим столом от Икеи мы охотились очень долгое время, потому что оказывается, как только у них появляются поставки того, чего у них не было долгое время в стоке, люди скупают это как горячие пирожки, и мы приехали в Икей за именно этим столом, и оказалось, что его нет в наличии. Мы приехали специально за этим столом, и его нет, в итоге мы приехали на следующий день, и он уже был в наличии, поэтому, да, в Икее как-то, ну у нас особенно в Тампе, что-то приходит, бум, распродается, и уже потом делаешь, что хочешь, жди, наверное, до следующих поставок. Итак, если честно, я стараюсь так, чтобы в этих ящиках не было бардака какого-то, чтобы все было примерно хотя бы вот так, все было по-минимальному, и чтобы здесь не было большого количества косметики, которую я не использую, и здесь у меня находится то, что я, наверное, попробовала недавно, то, что я купила недавно, вот эти румяна я храню здесь, потому что они очень красиво выглядят, это я получала в одном из бьюти-боксов, я пробовала это вчера. Неплохие румяна в кремовой форме, эти румяна я купила, кстати, недавно в Сифоре, может быть, пару дней назад, обожаю их, использовала эти румяна на мне девушку, которая делала макияж на мой день рождения, и они у нас, знаете, в каком оттенке, в оттенке луминоса, когда я их купила, девушка на кассе говорит, ой, эти румяна супер классные, очень классно, что вы их купили, вот, это я получила, кстати, в подарок в Сифоре, на день рождения свой, ну, как, это сет, да, который ты выбираешь, и я помню, одна из подписчиков спросила у меня под одним из видео, что ты выбрала в качестве подарка в Сифоре, я выбрала вот именно этот набор, NARS их бронзер и также помаду, вот, и здесь у меня помада также новая, которую я купила в TGMAX, посмотрите, какой красивый оттенок, потрясающий, сохранятся мои самые, ну, новые, можно сказать, хайлайтеры или хайлайтеры и бронзеры, которые мне очень-очень нравятся, я использую бронзер от Гуччи очень часто, я использую также хайлайтер от Наташи Дилоны тоже очень часто, потому что мне он нравится, далее у меня здесь палетка теней от корейского бренда Heimish, я обожаю, самый любимый спаркл вот здесь он находится, супер классная пигментация, очень шикарно смотрится на глазах, далее у меня тут хранится палетка от Charlotte Tilbury Fire Rose, потрясающий шиммер, это вот, наверное, единственное, что я использую в этой палетке, вот эти три оттенка, очень классное качество, говорят, ее уже даже не достать нигде, также у меня здесь хранится тени-хайлайтер от Makeup by Mario, я стараюсь их использовать чаще, потому что я знаю, что если они будут где-то у меня находиться в моем ящике, а такие, я не буду этим пользоваться и забуду про них вообще, естественно, у меня находится здесь блокнот, если у меня какая-нибудь идея возникнет, чтобы быстро записать, палетка Teddy Bear, я сегодня ей также использовала макияж, пользуюсь ей, наверное, каждый день, обожаю ее, напоминает она очень сильно палетку от Патрика Таева новую, ну, цвета здесь, они хоть и очень простые, но мне они очень-очень нравятся, на каждый день, просто идеально, ну и зеркало от Барби, зеркало, конечно, это всегда необходимо, далее, ребят, что вы думаете, я зашла в Marshalls, и у них было большое количество помад MAC на сподаже, то есть каждая стоила по 7,99, это очень классная цена, и все они хорошо пахнут, то есть они не просрочены ничего, и вот столько помад я купила, я вообще изначально хотела купить красные помады, потому что я сейчас ищу самый идеальный красный для себя, и увидела помаду MAC, думаю, ну, я знаю, что у них качество очень хорошее, почему вы не попробовать их, но в этом ящике у меня находятся в основном помады, блески, которые я использую часто, я использую вот этот контейнер со своими блесками, ну, каждый день точно, мои, ну, не могу сказать, что помады прям на каждый день, но те помады, которые я обожаю, и те помады, которые я хочу, чтобы у меня были здесь, опять же, на каждый день это слишком большое количество помад, но мне нравится видеть какие-нибудь красивые упаковки в этом контейнере, поэтому я их здесь храню, и далее в этом контейнере у меня находятся какие-то такие, знаете, маленькие вещички, которые я знаю, если они будут где-то в другом месте, они потеряются, конечно, у меня здесь все мои капли для глаз, Lumify, склей для ресниц, в общем, все вот в этом роде, здесь у меня находятся карандаши для глаз, маленький объем туши от Urban Decay, вчера я, кстати, все эти карандаши поточила, поэтому сейчас они в рабочем состоянии, и все классно, здесь у меня находится все для бровей, начиная от пудр, заканчивая воском от Anastasia Beverly Hills, кстати, на днях купила этот гель для бровей от Colourpop в оттенке Blonde, мне он уже нравится, использую его каждый день, супер классный оттенок, идеально подошел ему не так, и здесь у меня находятся мои самые любимые консилеры, основы на каждый день, естественно, без этого никуда, пудра от Hood Beauty, которая сейчас одна из моих любимых, я уже об этом много говорила вам, наверное, и если бы честно, здесь у меня находятся всего лишь две основы, тинт от Fenty Beauty Eavesdrop, и также тон в стике от бренда Merit, тон от Fenty Beauty, вернее, тинт, он один из моих любимых сейчас, когда дело касается легкого макияжа, наверное, это один из моих любимых тинтов из того, что у меня есть в моей коллекции, а этот не так часто использую, потому что мне кажется, он немножко жирноватый чаще всего для моей кожи, особенно в летнее время года. Вот таким образом выглядят у меня два ящика из Икеи, в которых я храню свою косметику, это IKEA Alex Drowers, как я уже сказала вам, и здесь у нас получается пять отсеков, два из которых очень маленькие по размеру, то есть они не очень глубокие, а вот три остальных, они уже достаточно глубокие, в них помешается очень много всего. И вот таким образом выглядит мой первый ящик, где я храню свою косметику, здесь я храню, как правило, все самое новое, и как вы можете видеть здесь, ну, одна из самых горячих новинок, это румяна от Pat McGrath, потом коллекция Colourpop & Bar, балетка Наташи Диноны, новый тинт от Huda, который, ну, как мы уже все знаем, не самый лучший тинт на рынке тинтов, но это мои самые любимые жидкие румяна от Наташи Диноны, которые я также тестирую, новый хайлайтер от Colourpop & Bar, один из самых моих любимых хайлайтеров в данный момент, если честно, я его обожаю, хоть он и очень сложно открывается, он смотрится просто шикарно на коже, но его нужно наносить именно такой плотной кистью, тогда он смотрится будет очень-очень красиво. Мой самый любимый бронзер от Nars, если вы еще не пробовали его, то попробуйте обязательно, потому что он смотрится супер шикарно на любом типе кожи, очень понравился мне, как вы уже знаете. Кстати, это новая помада от NYX Lingerie XXL, и я еще даже пока не пробовала ее. Мне очень понравился цвет в упаковке, потому что нельзя было ее свочить, и мне кажется, это будет очень классный, я не знаю, ежедневный нюдовый розовый оттенок, поэтому да, я еще буду пробовать ее, поэтому в этом ящике у меня находится все новое, и если честно, раньше у меня этого ящика не было, и я раньше, если честно, клала все, что у меня новое, в обычные ящики, и тогда это все теряется очень легко. Далее, в этом ящике я храню все свои палетки хайлайтеров, и также сами хайлайтеры, я обожаю хайлайтеры, кто их не любит, в общем, здесь хайлайтеры на любой вкус и цвет, и, конечно, хайлайтеры для любого события, но я не так часто к палеткам прибегаю, как, например, к просто обычным хайлайтерам вот в таком формате. Я могу сказать так, что всеми этими хайлайтерами я пользуюсь, но если бы я оставила только один хайлайтер в своей коллекции, это, наверное, был бы хайлайтер от Наташи Диноны, мой самый любимый, в общем, да, здесь у меня находятся все возможные палетки, All Star, вы все ее знаете, палетка Наташи Диноны Diamond and Blush, ее я, кстати, покупала в Boxy Charm, это было очень хорошее предложение, я купила ее, по-моему, за, не знаю, долларов 15, если не меньше, ну или не больше. Этот хайлайтер мне нравится больше всего, посмотрите просто на его пигментацию, супер красиво смотрится на коже, обожаю его. Вот эти такие достаточно крупные блестки, они будут смотреться очень даже органично на коже. Кстати, интересный факт, все эти оттенки из этой палетки, они на самом деле находятся в этих жидких румянах у Наташи Диноны, чему я была удивлена. Уже после того, как я сделала обзор на эти жидкие румяна, я поняла, что, оказывается, это не новые оттенки, это ее старые оттенки, только в жидкой форме, поэтому, да, это было очень интересно узнать. В общем, да, здесь я храню как палетки, хайлайтеры, так и какие-то жидкие иллюминаторы, у меня здесь их много, но мне кажется, наиболее мой такой любимый иллюминатор, это все-таки от бренда Pure, его я получала в своем бьюти-боксе от FabFitFun, сейчас вам покажу его. Просто посмотрите на упаковку, это очень все красиво смотрится, и он не такой липкий, на самом деле, как, знаете, другие бывают. Блестяшки для тела, мне это очень нравится, он очень идеально подойдет на какие-нибудь праздники, потому что он смотрится просто шикарно на коже. Естественно, я храню здесь свою маленькую коллекцию Hourglass, их палеток, которые выходят у них каждый год. Эта палетка, по-моему, с позапрошлого года, мне она нравится больше всего, как можно видеть, здесь все уже стерто, поэтому, да, ее я пытаюсь использовать как можно быстрее, потому что я знаю, что срок годности у нее как бы не вечный, а это уже новая палетка, и, не знаю, мне она не так нравится, как предыдущая палетка, однако вот этот оттенок румян мне нравится больше всего, потому что он смотрится очень уникально. У меня такого оттенка румян нет в моей коллекции. Кстати, этот оттенок хайлайтера от Becky, который закрывает свой бизнес в оттенке Champagne Pop, я прикупила специально, потому что я знаю, что они закрываются скоро, и это, кстати, на минуточку, тот самый хайлайтер, который у меня в полном размере, единственный от Becky. Я не могу сказать, что это самый естественный оттенок хайлайтера у Becky, но я почему-то думала, что он не будет таким очевидным, но на самом деле он очень, очень даже очевиден на коже, то есть нет такого, что он сливается с оттенком кожи, как бы он очень смотрится, ну, то есть его видно, но он не смотрится супер неестественным или супер блестящим, таким как, например, хайлайтер от Анастасии Барули Хиллз, вот этот смотрится чрезвычайно, неестественно, как мне кажется, вот, но очень красиво смотрится в упаковке, тем не менее. В принципе, в этом ящике нет, как мне кажется, ничего особенного, потому что я к нему не так часто прибегаю, как я прибегаю к ящику с румяной. Вот румяна как раз-таки это любая слабость любой девушки, и первым взглядом может показаться, что у меня их не очень много, но мне кажется, для меня их здесь много, ну, прям, есть из чего выбрать. Кстати, контейнер, где я храню свои румяна, я купила его на Амазоне, я оставлю ссылку внизу в описании. Бренд называется Stories, это американский бренд, извиняюсь за шум, в общем, я увидела этот бренд в одном из видео, девочке, которая рассказывала о том, как она организовала свои Alex Drawers, и я поняла, что это то, что я хочу, в принципе, они неплохие, да, но мне кажется, что было бы неплохо, если бы они были чуть-чуть подлиннее, это было бы чуть получше. Здесь я вижу, у меня какая-то палетка хранится, вот бренда Mail, я ее получала в Beauty Box, неплохая палетка, мне она почему-то напоминает что-то от Nars, вот особенно вот этот самый светлый оттенок, он напоминает мне оттенок оргазм, возможно, есть в этом что-то, что-то близкое, но это, конечно, не дюб палетки Nars. Итак, здесь я храню свои жидкие текстуры, здесь у меня находятся жидкие иллюминайзеры, жидкие хайлайтеры от Rare Beauty, все Rare Beauty здесь, на самом деле, если быть честно, потому что здесь раз-два, и вот также третий румяна от Rare Beauty, то есть, да, здесь много всего жидкого, и я все-таки стараюсь как можно больше использовать именно жидкие текстуры или кремовую текстурой румян, потому что они, как правило, гораздо быстрее, так сказать, высыхают, и вообще у них срок годности проходит. Кстати, это мои самые новые кремовые румяна в моей коллекции от бренда Milk Makeup, они у нас в оттенке Work, и я получила их в косметичке, в Sephora при покупке набора, и мне они пока еще непонятны, потому что я ни разу не пробовала их, естественно. Кстати, вот этот момент, этот люминайзер от L'Oreal, невероятно классная вещь, многие говорят, что это является дюпом, Charlotte Tilbury, ну, ее вроде как flawless filter, что-то вроде того, невероятно красивый блеск, но когда вы носите это на кожу, ваша кожа как будто бы, я не знаю, светится изнутри, что-то вроде того, очень-очень красиво, мне нравится, и я использую его как хайлэтеры в каких-то точках, где я хочу, чтобы у меня, ну, лицо светилось, да, светилось как будто бы как изнутри. Кстати, ребят, мне кажется, не рассказывала вам, но я купила вот эти кремовые румяна с корейского сайта Pum, это был YesStyle, и просто посмотрите на этот потрясающе красивый оттенок, он смотрится невероятно, естественно, на лице, также он придает какую-то свежесть лицу, мне очень нравится, может быть, это чисто такой, знаете, специфический корейский оттенок, но мне, опять же, нравится, как он смотрится на мне, иногда я люблю наносить эти кремовые румяна, и потом наносить какие-нибудь пудровые румяна, таким образом эти румяна выглядят все так же, ну, такими насыщенными, и оттенок этих румяна называется Pink, очень легко помнить, так ли? В общем, здесь много есть с чем поиграть, но мне кажется, опять же, для бьюти-блогера, у которого тысяча подписчиков, это, в принципе, не так много, как у многих других, у кого, ну, там, знаете, сто тысяч подписчиков, поэтому я счастлива с тем, какая у меня коллекция румяна, если честно. Далее, идем к моему уже четвертому ящику, и этот ящик, где я храню свои помады, мне кажется, наиболее весело, потому что здесь есть помады, здесь есть блески, здесь есть жидкие помады, то есть на любой вкус, на любой цвет все. Сейчас мне почему-то кажется, здесь нет какой-то глобальной организации, которую я хотела бы, но мне кажется, это в будущем очень даже возможно. Итак, здесь я храню свои блески Lifter Gloss от Maybelline, сейчас я стала использовать их гораздо больше, чем я использовала их в начале своей покупки, потому что здесь есть все необходимые цвета, напомню, у меня вся коллекция этих блесков Lifter Gloss, и я знаю, что если у меня есть какая-то помада, под которую я не могу подобрать идеальный блеск, он 100% будет в этом контейнере с блесками от Maybelline Lifter Gloss. Очень классный блеск на самом деле, вся коллекция, я очень рада, что она у меня есть, потому что они невероятно хороши по качеству, как мне кажется. В этом маленьком контейнере я храню свои бальзамы от E.L.F., здесь у меня три оттенка, все оттенки на самом деле из их старой коллекции, кроме бесцветного. Неплохие блески, но они достаточно липкие, могут быть липкие. Моя не основная коллекция помад от Maybelline, опять же, с каким-то тинтом для бровей от NYX, и да, это неплохие помады, но опять же, они не очень долго держатся на губах, и это один из минусов, но если вы не против этого, то возможно они вам могут понравиться. Смотрите, ребят, какой невероятно красный оттенок у этой помады от Pixi. По-моему, я получала это в бьюти боксе, и это я тоже получала в бьюти боксе. Ох уж эти бьюти боксы, я сейчас думаю, может быть, не стоит сократить свое потребление этих бьюти боксов, ну, не потребление, в смысле, я имею ввиду А-подписку, но в принципе у меня их всего лишь два, это Ипси и Боксичар, но может быть даже два, это слишком много для одного человека. Здесь я храню все блески от Fenty Beauty, на самом деле, все те блески, которые я покупала на обзор, наверное, половина из них, они слишком темненькие для меня, слишком темненькие, как этот, например, блеск, или этот блеск от Fenty Beauty, который в оттенке у нас Fruit Snacks, невероятно насыщенный оттенок, который я чаще всего не ношу никуда, потому что он темненький для меня. Дальше в этом контейнере я храню все свои блески, которые я использую и которые я, возможно, даже не так часто использую. Точно знаю, что этот бальзам для губ у нас еще не открыт, поэтому он пойдет кому-то в подарок. Этот блеск от Pearl Barbie я его использовала, он невероятно классный. Иногда я даже забываю об этих блесках, потому что их столько много, и я сейчас стала понимать, что не так часто использую какие-либо блески. Мне хочется просто иногда, не знаю, ничего не носить на губы, вот так бывает тоже. И здесь это, да, это мои жидкие помады, плюс что-то еще здесь находится. В общем, это, наверное, то, к чему я реже всего притрагиваюсь, потому что я не такой большой любитель жидких помад, к сожалению, я не знаю, но, в общем, да, здесь они у меня и хранятся. Вот только вот у нас был интересный ящик, где я храню свои помады, жидкие помады, и также бальзамы для губ, плюс, конечно же, блески. Давайте перейдем теперь к последнему ящику. Так, это у нас не хочет закрываться. Ааа, мы видим большое собрание палеток. Если честно, все эти палетки, это, как знаете, мои детки маленькие. Я помню, где я купила каждую палетку, по какому поводу я купила, на обзор ли, или просто для себя. Все эти палетки, они очень любимы мной, особенно палетка вот от Pat McGrath. Это моя первая палетка от матушки Pat McGrath. Я ее очень обожаю. Кстати, эта палетка от Urban Decay Naked 3. Naked 3. Naked 3. В общем, она у меня самая старая в моей коллекции. Я помню историю, как я получила. И, в общем, когда еще я жила в Москве, и у нас был чемпионат мира по футболу, я попросила своего друга из Сингапура купить мне именно эту палетку, потому что тогда она была самой горячей из всех палеток на рынке. И с того момента я использовала ее буквально каждый день в течение, может быть, полутора лет. И, как вы видите, я ее очень даже хорошо использовала. Я ее очень любила. Она очень классная. Здесь есть все оттенки для идеального дневного макияжа. Поэтому я ее, хоть она и выглядит так ужасно, я все-таки ее пока решила оставить. Потому что она мне, ну, греет душу, можно сказать так. Здесь большое количество палеток как от Худы, так и от Наташи Диноны, от Urban Decay, Color Pop. Но, мне кажется, у меня все-таки чуть больше именно каких-то люксовых брендов палеток, что, в принципе, неудивительно, потому что я, как правило, делаю обзоры на люксовые бренды косметики. Поэтому, да, здесь я храню свои маленькие палетки от Худы. Здесь их очень много. И они все очень любимы также. Я храню палетки от Марио, Makeup Bank Mario и также палетки от Слены Обус. Так, здесь они находятся. Конечно, палетка от Том Форд. Вот это люкс, вот это пафос. Мне кажется, у меня не так много палеток-однушек. У меня есть только их две штуки от Мак из их коллекции к Новому году. Это вообще средство от Makeup by Mario для того, чтобы делать тени супер блестящими. И одна однушка, вернее, называется это Pot от Шарлот Тилбери. Неплохая однушка, но она не очень прям такая сияющая. То есть, она достаточно не дает прям такого вах сияния. То есть, она больше как топпер хороша. И в этом контейнере я храню все свои жидкие тени. Все жидкие тени от Наташи Диноны, которые скоро уже, наверное, нужно будет, не знаю, избавляться от них. Жидкие тени от Патрика. Патрика Стара. А вот жидкие тени от Патрика Стара выглядят немножко странно. Я вот сейчас боюсь, они спортились ли они здесь. Вроде смотрятся они нормально и пахнут. Пахнут они, в принципе, тоже неплохо, как ваниль. Но нужно за этим следить, конечно же. И, в принципе, да, это все тени, которыми я пользуюсь. Иногда, не очень часто, но все-таки, когда есть желание, я это делаю. Потому что, мне кажется, использовать именно пудровые тени это самое легкое. Ну, а вот жидкие тени, они больше хороши для какого-то акцента. Ну, а в самом конце у меня хранятся самые самые большие палетки, типа палетки от Джеффри Стара или палетки от Наташи Динона, ее огромные палетки. В общем, это то, наверное, к чему не так часто притрагиваюсь, потому что гораздо проще просто взять вот такую легкую палетку, накраситься ею и быть доволен. Большие палетки реально требуют времени вытащить их, засунуть обратно и также использовать их тоже. Это не так легко, как, например, вот такие маленькие палетки как от Худ. Ну что, ребят, надеюсь, вы еще не устали, потому что нас ждет второй ящик с Икеи, который полон косметики, но мне кажется, там все-таки не такое большое количество косметики, как каких-то аксессуаров к макияжу, спонжи, праймеры, которых у меня тоже большое количество и на которые я смотрю уже и понимаю, что от каких-то нужно избавляться в скором времени. Так выглядит наш первый ящик. Я решила расположить здесь праймеры, потому что я пользуюсь ими каждый день и было бы глупо, да, класть их куда-то в последний ящик, поэтому, да, праймеры, спонжи и также другие праймеры, которые не помещаются в этот отдел, а именно праймер от Худы и также праймер от Никс, один из моих самых любимых праймеров сейчас. Я нашла здесь микрофон свой от Rode. Это не самый дорогой микрофон, но он и не самый лучший, но иногда на дни, когда я хочу, может быть, чуть лучшего качества, чем микрофон, который у меня сейчас, я использую его. Моя мечта это однажды купить такой большой микрофон от Rode, который используют ну почти все, потому что мне кажется, качество у Rode все-таки чуть получше, чем у любых других микрофонов, потому что Rode делается в Австралии, а не в Китае, и мне кажется, этим многое тоже объясняется. В общем, давайте сейчас покажу вам, что у меня с праймерами. Я знаю, что праймеров у меня очень много, и, наверное, поэтому я хочу сейчас избавиться от некоторых. Я знаю, что праймер этот от MAC, вернее, как это Strop Cream, то есть он может использоваться и как праймер, как хайлайтер в определенных точках вашего лица, которые вы хотите, чтобы были подсвечены. Я, как мне кажется, использовала его достаточно долго, и у него уже прошел срок годности. Невероятно красивый цвет. Сейчас посмотрим. Все так же смотрится отлично. Что-то я много выдавила его. Хоть у меня и много воспоминаний с покупкой этого праймера, связанных, я все-таки хочу от него избавиться. Вот что я сейчас с этим буду делать? Сейчас я понимаю, что у меня очень много праймеров от NYX. Этот самый, наверное, наиболее известный праймер от NYX, который очень стал известен благодаря TikTok, естественно, Honey Dew Me Up. Я использовала, кстати, его сегодня. Невероятно классная вещь. Очень классно подсвечивает он кожу. А этот праймер от NYX, The Marshmallow Primer, мне кажется, стал наиболее известен в TikTok, чем этот праймер. Да, этот праймер прям прогремел на весь TikTok. У него очень кремовая консистенция, поэтому, если вы не любите такие кремовые текстуры, то, возможно, не понравится вам он. Но мне он нравится. Это, знаете, как такой, крем увлажня, еще больше, как чувствуется. Пахнет он очень-очень приятно. Мне нравится этот факт. Этот праймер от Avio Beauty. Я получала его в Beauty Box и мне он не понравился, потому что у него невероятно странный аромат. И да, он обещает нам избавление от пор на лице, то есть поры ваши перестанут быть видны. Немного странная текстура у этого праймера. Он похож на какой-то солнцезащитный крем больше и он даже не впитывается в мою кожу, это точно помню, поэтому я от него хочу избавиться точно. Мне он не понравился и я не увидела никакого эффекта блюринга моих пор, это факт. Праймер от Beccy в маленьком размере я даже не открывала еще его, это мы оставляем. Праймер от Bobby Brown мне он тоже нравится, идеален на зимнее время года. Вот опять же праймер от NYX Bear With Me, он уже у нас с каннабисом в составе и он дает такой потрясающий красивый такой, не знаю, бронзовый цвет вашей кожи, очень красиво смотрится. И вы знаете, хоть я не планировала деклатор или расхламление, я все-таки наверное избавлюсь от него, потому что у меня он уже очень долгое время и мне кажется пришло время сказать ему пока, потому что я, ну я не знаю, он у меня очень долгое время в коллекции уже, мне так уже у нас три праймера, от которых мы избавляемся сегодня в нашем видео. у меня много праймеров для затирки пор, это праймер от Becca, тот самый праймер, который прогремел опять же на ютюбе, и вы знаете, самое смешное, что это не то, как они рекламировали этот праймер, они рекламировали это как тональная основа, которую не видно, но это по сути праймер, ну то есть, который охлаждает, поэтому зачем было так, не знаю, обманывать людей, ну да, он неплох как праймер, именно это я точно могу сказать вам. Далее в коллекции у меня здесь два мини размера праймеров от Эльф, из их серии Пати Праймер, и у этого праймера матовый финиш, а у этого сияющий финиш, у меня есть другой праймер, который вообще оригинальный, их, и я не знаю, изначально я почему-то думала, что эти праймеры сделают что-то необычное с моей кожей, что поры исчезнут, но не могу сказать, что этот праймер работает лучше, чем праймер от Бекки, как бы мне кажется, что даже праймер от Бекки он чуть лучше скрывает мои поры, поэтому да, этот праймер у меня также для затирки пор от Makeup Revolution, он неплохой, да, неплохой, вот все, что я могу сказать, наверное, в общем праймеров много, и я использую их ну каждый день, и я использую их в зависимости от того, какой эффект мне нужен на коже, у меня большое количество спонжей, я кстати их помыла, поэтому все хорошо, у меня, о, кстати, этот праймер у меня наверное будет самым любимым на лето, NYX Bear With Me, да, классный праймер для как раз таки того, чтобы основа классно легла на кожу, чтобы она не выглядела ужасно в течение, ну даже в конце дня, не в течение всего дня, а именно в конце дня, желе выглядит, очень интересная текстура, и он также охлаждает кожу очень хорошо, вот его я использую очень часто, почти даже каждый день, праймер от Huda Beauty, не дешевый праймер, но не могу сказать, что он делает какие-то невероятные вещи с вашим лицом, и делает ваши поры невидимыми, нет, не знаю, поэтому он просто здесь лежит, я использую его иногда, потому что я не понимаю пока еще его вообще, какое у него действие, вот следующий ящик у нас, тадам, ящик с тушью, и также со спрейми для закрепления макияжа, первое, это туши, у меня их очень много, и мне кажется, что скоро я, не знаю, буду я делать деклатер, или расхомление своих тушей, потому что их много очень, и это необходимо на самом деле, и так, мне кажется, моя самая любимая тушь, это тушь от Jeffree Star, хоть и упаковка у него очень такая, ух, типа, очень необычная, да, мне она нравится, мне она нравится, и она также очень легко смывается, это большой плюс, у этого у меня новая тушь, я даже не открывала ее еще, от Tarte, я слышала о ней очень хорошие отзывы, и вот я скоро буду пробовать ее, вообще, тушь от Estée Lauder, мне нравилась в первое время, однако, потом я поняла, что она очень круто осыпается в течение всего дня, поэтому ты бывает слышишь рекламу, что вот эта тушь классная, покупай ее, но потом ты ее пробуешь, и понимаешь, что ага, а вот она вообще-то не очень даже, тушь от Maybelline Sky High, я ожидала от нее очень много всего хорошего, но попробовав ее однажды, я поняла, что да, она очень классная, потом попробовав ее два-три раза, я поняла, что она, ну, как-то перестала что-то делать с моими ресницами, я не знаю, может это у нее срок годности прошел, или что, но изначально она прям очень давала хорошие результаты, когда я наносила ее на ресницы, потом как-то нет, не так, кстати, вот эта тушь от Charlotte Tilbury, она мне изначально также очень понравилась, естественно, это дорогая тушь, и она очень осыпается, то есть ты потом превращаешься в панду через пару часов нанесения ее на нижние ресницы, верхние тоже могут осыпаться, но не так сильно, как нижние, поэтому я еще пока, наверное, в поиске свои идеальные туши, но вот эти маленькие туши, кстати, вот эта тушь маленькая от It Cosmetics, эта тушь, она мне понравилась очень-очень сильно, я думаю, что я куплю полный размер, потому что она очень классно удлиняет мои реснички и также добавляет немножко объема, невероятно здорово ведет себя в течение всего дня, мне нравится это, с тушами у нас как-то так, здесь у меня находятся еще не открытые продукты, которые я получала в бьюти боксах, это гель для бровей от Anastasia Beverly Hills в оттенке Tau, мне кажется, он подойдет мне, здесь у меня находятся мои спреи, кстати, пустая баночка, спрей от Milk Makeup, мне безумно понравился, делает так, что кожа ваша такая гладкая и макияж смотрится шикарно в течение всего дня, мне она очень понравилась, я не знаю, почему здесь у меня пустая банка, если честно, здесь у меня миниатюра спрея от Urban Decay All Nighter, я использую и миниатюру, и полный размер, но сейчас я пока стараюсь использовать именно миниатюру, и это тот спрей, который я использую каждый раз, когда я иду куда-то гулять, потому что я знаю, когда я использую эти спреи, мой макияж выглядит шикарно в течение всего дня и даже вечером, очень классно закрепляет макияж, мне нравится, здесь есть спрей закрепляющий от Milani, Make It Dew, у меня такой же был, только в матовом финише, и я от него избавилась, потому что он стал пахнуть очень странно, как будто бы он использовался, поэтому это то, что я пока сохраняю, пахнет он очень вкусно, поэтому он еще пока у нас хорош, с ругодностью у него не истек, спрей от Colourpop, Glisten Up и Fresh Up, я стараюсь их использовать как можно чаще, чтобы доиспользовать их скорее, тоже очень классный спрей, я получала его в Beauty Box, по-моему в Box Charm, он очень здорово делает так, что макияж ваш держится до конца дня, этот спрей от Rare Beauty делает мое лицо очень-очень жирным и никак не фиксирует мой макияж, поэтому здесь он пока лежит, пускай лежит, не знаю, я попытаюсь его туда использовать, перед тем, как срок годности у него окончательно иссякнет, поэтому да, не могу сказать, что спрей от Fenty, в смысле Fenty, Rare Beauty как-то хорош, нет, скорее нет, в этом ящике я храню свои тональные основы, свои консилеры, и как вы, наверное, уже успели заметить, у меня не такое большое количество тональных основ или консилеров, мне кажется, у меня все очень, даже в стиле минимализма, когда дело касается хранения макияжа, в общем, которые из них, они более такие high coverage, то есть в этом тоне от NARS, конечно, очень плотная текстура, и он очень плотный, и у меня также есть основы, которые более легкие, лайтовые, как, например, основа от Colourpop, сейчас я использую этот тон от Colourpop в оттенке 50W, то есть это 50 теплый, когда я покупала этот тон, я думала, что 50 это слишком темный для меня, но однако сейчас в летнее время он просто идеален, поэтому 45 он пока что отдыхает в сторонке, эти консилеры, этот от Tarte у меня очень долго уже хранится, я почему-то думала, что сохраню его, просто чтобы знать, что это тот самый светлый оттенок, который мне подойдет, сейчас я думаю, что зачем, тем более он уже такой старый, поэтому я от него избавлюсь, у меня, кстати, это оттенок 22N, а сейчас я использую гораздо более такой песочный оттенок, этот тинт у меня очень давнишний от Винки Люкс, я покупала его в Таргете, может быть, пару лет назад, полтора года назад, и он все лежит-лежит, и что вы думаете, ребят, он уже просто расслаивается, когда ты его свочишь, я думаю, что это знак того, что его нужно выбрасывать, потому что у него уже срок годности 100% подошел к концу, просто посмотрите на это, как он смотрится устрашающе в бутылке, очень жидкий тинт, и я не могу сказать, что это прямо попадание к моему тону кожи, нет, таким вот образом он смотрится, мне не очень нравятся, если честно, основы, которые такие чрезмерно жидкие, поэтому я не знаю, у меня здесь он пока лежит, и я использую, может, его еще пару раз, пока не пойму, что это не мой выбор, что я это не люблю, кстати, вот тон от Рэй Бьюти, он смотрится, как будто бы, ну вот у вас просто плохой день, когда дело касается макияж, то есть вы не сделали свой макияж хорошо, что-то вроде того, упаковка просто шикарная, но вот сам, сам тон, мне кажется, я уже даже пыталась выбросить его в одном из своих видео, где я выбрала свою косметику, но он смотрится шикарно, упаковка, все, запах шикарный, очень вкусно пахнет, но он смотрится ужасно на коже, поэтому мне хочется почему-то сейчас просто его взять и избавиться от него, потому что я им не пользуюсь, и даже когда пользуюсь, я вижу, насколько он ужасно смотрится на моем лице, поэтому, наверное, это как раз этот маленький дружок у нас от Too Faced Born This Way Matte, то есть матовая формула тонального крема в оттенке Snow, и это очень светлый оттенок, даже сейчас я иногда и пользуюсь этим маленьким тестером, и я понимаю, что это суперсветлое, я не знаю, мне кажется, он никогда не будет хорошо смотреться на мне, потому что это суперсветлый оттенок для меня лично, поэтому я, наверное, тоже уберу его отсюда, да, здесь у нас имеется тинт от Kosa, суперсияющий, кстати, это то, что я сегодня использовала на своем лице, тот самый знаменитый продукт от KVD Beauty, Good Apple Foundation, мне на самом деле он сейчас стал гораздо больше нравиться, его не нужно использовать очень много на лице, ваше лицо полностью будет покрыто, ну, прям таким полным покрытием, и он здорово скрывает всякие недостатки, но этот тон, конечно, рекомендуется закреплять пудрой, иначе он просто у вас уйдет, в течение всего дня, возможно, поэтому да, мне он нравится, и, возможно, даже я купила бы еще один такой тон, может быть, в другом оттенке, более темном, на лето, в принципе, это все, за исключением вот этих вот кушонов, это был мой первый кушон, который я купила от Moonshot, невероятно светлый, супер светло смотрится, я думаю, ну ладно, наверное, он просто не мой оттенок, правильно, я купила второй оттенок, второй кушон, вернее, от уже бренда Peach Sea, я взяла бежевый оттенок, и что вы думаете, я его использовала пару дней назад, он супер светлый, на мне так же смотрится, поэтому я не знаю, что с корейскими кушонами или кушонами, не так, в общем, как-то нужно очень правильно оттенок грамотно выбирать, у меня это, как правило, не получается, в общем, мне кажется, что моя коллекция, опять же, моих тонов, она очень даже хороша и очень даже хорошо курирована, то есть здесь нет огромного количества, знаете, всяких тональных кремов, тональных кремов, которые просто лежат и пылятся, я всем этим пользуюсь, я знаю каждое из средств, которые у меня есть, поэтому это круто, не так ли? Ну а здесь все самое простое и неинтересное, я храню здесь свои пудры, все пудры я также знаю, это пудры, которые я использую чаще всего от Cosas, очень классно матирует зону под глазами, ну и также все лицо, наверное, это смешно, но я использую чаще всего вот такие маленькие миниатюры пудр от Hourglass, от Laura Mercier и также от Becky, вот как-то так, потому что мне нравятся формулы этих пудр, конечно, пудра от Fenty Beauty, мне она тоже нравится, но иногда она может разъесть вашу основу, с ней нужно быть очень аккуратным, она также не очень, как мне кажется, хороша для очень жарких дней, иначе она смотрится супер странно на лице, конечно же, куда маленькому бьюти-блогеру без ресничек, у меня здесь их большое количество, много, вот, и я использую, ну, конечно, большую часть своих ресничек, потому что мне нравится иногда их нацеплять на реснички и любоваться результатом, в общем, в этом ящике ничего такого интересного нет, и в моем последнем ящике я храню еще пока не открытые коробки с тушами, у меня здесь их очень много, типа целых четыре, здесь я храню кисточки, еще одна тушь для ресниц из бьюти-бокса, но, опять же, кисть и много кистей, то есть здесь немного интересного всего, но есть на что посмотреть, я храню здесь свои, естественно, салфетки для того, чтобы стирать какие-то свочи, когда я делаю свочи, палетки, карта памяти на всякий случай на 256 гигабайт, я всегда использую только сан-диск, это, типа, самая классная компания, которой можно доверять, свет, все дела, то есть много здесь всякой ерунды, которую я использую, тем не менее. Ну что, ребят, вот таким образом выглядит моя коллекция косметики, и вы только сейчас увидели, где я ее храню и как ее храню, надеюсь, вам это очень понравилось, и, кстати, сейчас я вам покажу кадр, касаемо того, от чего я избавляюсь от своей коллекции, это немного, но, мне кажется, даже это небольшое количество косметики позволит мне чувствовать себя гораздо более комфортно, в плане того, что у меня нет лишней косметики, которая только собирает пыль, я все-таки предпочитаю избавляться от того, чем я не пользуюсь, от того, что мне не нужно, и оставлять только то, что необходимо и актуально для моей коллекции. В общем, ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, мне безумно приятно ваша активность и ваше внимание, еще раз извиняюсь, что я не загружала видео так долго, и на этом я буду заканчивать свое видео, спасибо еще раз, что остались до конца и досмотрели его именно до этой части, и я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день, и да, ребят, я не буду прощаться, увидимся в следующем видео, пока-пока!